доброе утро не знаю ожидали вы или нет но это снова мы елена яранова и ксении исламовой конечно же алмазный край и мы знаем что мирный это город удивительных людей вот кто-то коллекционирует самолет и мы недавно рассказывали о таких коллекционерах кто-то монеты а сегодняшняя наша гостья собирает вот так хотелось да собирает купюры и в студии у нас кристина кцоева доброе утро доброе утро доброе утро девочки кристин вы получается коллекционер купюр денежных знаков а как так случилось да можно сказать не денежных знаков даже коллекционер купюр из разных стран мира я бы лучше так сказала да на самом деле изначально я хотела собирать я не хотела я собирала юбилейные десятки я думаю что много кто этим занимался да то есть когда только они появились до у всех сразу возник такой интерес какой-нибудь там город попадется но я тоже начала собирать эти десятки была нумизматом собирала даже честно говоря было желание купить альбом чтобы их разложить красиво у них очень много и я этим займусь честно я их разложу это будет очень красиво а потом съездив один раз в отпуск и привезя первый раз я была за границей привезя из-за границы купюры мне настолько они понравились то есть они совсем другие да то есть они не как у нас мне не очень понравились и я решила что наверное я буду собирать еще и купюры но честно говоря я не хотела настолько серьезно этим заниматься да я как-то думала что ну съезжу привезу не съезжу не привезу то есть на память тогда просто из той страны где отдых надо да вот многие люди привозят магнитики да многие привозят какие-то статуи тачки да там что-то еще кто-то что-то с ценное привозит до из отпуска я подумала что можно привозить такое чтобы не пылилась да и какие-то воспоминания допустим были и чтобы это было минимальная затрата для перевозки да там не сломалась допустим и привезла купюру вот ну и решила что все-таки буду собирать и вот уже уже наверно ну года три или четыре я откуда бываю привожу купюры либо прошу чтобы мне привезли их вот я называю себя банист человек который собирает купюры но здесь как раз в этом самом альбоме и лежат ваши купюры мои сокровенные купюры да ну есть а какая самая любимая знаете тут как бы я даже не выделю прям очень любимые купюры потому что на самом деле с каждой купюре которую я привезла сама да у меня какая-то определенная история какой-то это же все равно отпуск да это впечатление они настолько интересные бывают да поэтому о многих из этих купюр я могу примут рассказывать и рассказывать но если допустим выбирать что-то любимое я думаю что это наверное купюры тысячная сперва это не только альбом с воспоминаниями это еще и альбом заначка да на самом деле это как бы такая заначка если ты открываешь был мужа если понадобится и его возьму но я честно говоря не трогала 100 рублей да вы допустим выпущены в этом году тоже такая интересная история получилась я была в отпуске в дубае с с мамой и с ребенком а муж в этот момент находился в новосибирске и он не скидывает фотографию этой 100 рублевой купюры и 5 рублю купюры и пишет ты видела новые не видела ну пожалуйста оставь их для меня вот он 2 нашел забрал себе ну и дедушки нашему оставил и то есть как бы пока в обороте их очень мало но я думаю что это это купюра эти этот оборот был посвящен как я понимаю с его вот поэтому наверное его их будет очень много в обороте 10 рублей но 10 рублей то просто уже такая купюра которую редко где встретишь да да поэтому я решила оставлю ну мало ли вдруг когда-то пригодится пять рублей насколько я знаю сейчас банкнота она стоит по моему 16 рублей да то есть можно прийти до в банке купить вот эту редкую купюра у каждой купюры есть еще и своя цена то есть уже изначально 5 рублей от и 16 уже за них отдаешь да больше чем пали купюры я вот все купюры что здесь есть и кроме вот этих двух это у меня ну именно вот собранные то есть либо привезенные либо подарены либо мы обменивали с кем-то да единственные две купюры это вот 100 рублей которые были созданы к олимпиаде в россии да вот их я купила но купила тоже знаете такая история интересная получилась увидела я что были созданы такие купюры мне захотелось заказать я нашла показала мужу говорю смотри они я уже не помню но они конечно стоили достаточно дороже да на тот момент потому что они в малом количестве были разработаны целом на и да 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 они такие более коллекционные я пришла к мужу говорю посмотрите какие какие красивые купюры давай закажем не так посмотрел с такими недовериями говорит да нет наверное они не настоящие и 2 я одну закажу посмотрим если что закажем вторую заказала я купюру то есть мы проверили ее в банке все она хорошая на нее можно пойти купить что-то да я ее оставила хотела заказать вторую купюру но их уже нет то есть где я заказывала все уже все распродали я честно говоря так расстроилась и буквально через два года мы поехали в отпуск и зашли в какой-то магазин антикварный там вот лежала 100 рублей я увидела честно я так обратно я сразу ее купила и положила вот в альбом свой журнал ну это как бы да если я вот ее допустим сейчас достану если ее посмотреть она же даже не просто она как будто пластиковая да 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 вот и и даже если потрогать как будто бы купюра окажется в джинсах который ты случайно закинул постирал ну и забыл что там у тебя лежала лежала 100 рублевка ничего с ней не случится не пробовали стирать нет я не буду вот ее я стирать пробовать конечно не буду и обычные стираются хорошо и гладится тоже на купюрах же всегда изображается что-то очень характерное значимое да для страны и таким образом еще получается вы историю когда какая-то история один ваш интересуется этим пока что у меня один ребенок ему всего пять лет но пока он на это смотрит и как на картинке смотрит и говорит о мама возле какая красивая картинка да и поэтому у меня в этом году первый раз был в за границей и я ему когда давала деньги он вообще смотрел на них он не понимал что это для него это первый раз да такие купюры даже нет нет таких денег он прям так мама что это мне это не нравится да вот с евро у меня была тоже интересная история прилетели мы первый раз в дубай и я там познакомилась с немцами но немцы были русские мы их называли наши русские немцы потому что они перебрались германию жили там и они обменивали евро мы обмениваем обычно доллары и мы с ними сидели на пляже и я увидела евро говорю о а давайте с вами поменяемся не берет а что ты нам можешь предложить евро доллары ни в какую вообще на чем нам доллар у нас есть евро да и в общем я но я долго я вот сколько может на кого русские рубли вот да я долго их упрашивала упрашивала а потом как-то перед отлетом они увидели у меня я раз не расплачивалась я видимо в кошельке честно говоря не помню но вот они увидели у меня наши русские рубли розы зале он давай меня дали мы с ними поменялись вот я наши рубли обменяла на евро ну мы конечно по к тому курсу который был но поменяли и еще знаете что хотела вам рассказать это тоже я узнала впоследствии оказывается есть такая примета если вам подарили 1 доллар вот именно 1 доллар и вы его положите к себе в кошелек это должен быть подаренный доллар то вы никогда не будете нуждаться в деньгах и у вас всегда будет кошелек полон денег поэтому хочу вам подарить по одному доллару девочки положите их пожалуйста к себе в кошелек и я думаю что у вас всегда будет все в порядке по традиции этих рыночных торгашей до 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 чтобы все были обсыпаны Ну, правда, я узнала об этом, мне подарили, и, честно, у меня в кошельке лежит один доллар. Всегда. Мы верим во все возможные приметы, если они какие-то добрые. Потому что у нас доброе утро, поэтому с благодарностью принимаем. Спасибо вам большое, Кристина. И когда нам поступит первая большая сумма, мы вас отблагодарим. Вообще, это очень круто. Круто, безусловно. Да, Кристина, еще раз огромное вам спасибо. Удачи вам, чтобы этот альбом и еще сотни-сотни других альбомов заполнились. Да, я тоже так хочу этого. Мне так и хочется процитировать Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Ну, мне кажется, на самом деле коллекционировать купюры, ну, не только познавательно, да, как мы только что выяснили, ну, и вообще-то и прибыльно. И вообще целое состояние можно собрать. Ну, а пока у нас наступает день, заканчивается наша программа, и мы с Леной прощаемся с вами. Пойдем еще дальше искать купюры вдруг. Так что до завтра, да, увидимся совсем скоро. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова